Приветствую вас, уважаемые трейдеры! Это регулятор решения по процентной ставке, но стоит отметить то, что в этот раз за решением по ставке не следует пресс-конференции, поэтому стоит отметить, что обычно в таких условиях ставки, конечно же, не меняются, потому что сложилась такая практика, что если озвучиваются какие-то важные решения, нужно пояснять. Поэтому, друзья, мы, как и раньше, с вами ждем декабрь, поскольку это как раз то самое закрытие 2017 года, которое будет ознаменовано еще одним шагом потенциального ужесточения денежно-кредитной политики. Помимо этого, у нас еще очень много релизов матроэкономических на неделе, чего стоят только Non-Farm Perls, которые у нас традиционно будут опубликованы в пятницу. И в этот раз, я думаю, то, что мы вправе рассчитывать на то, что статистика будет намного лучше, чем в прошлый раз, тем более, что последний отчет по темпам экономического роста, который был опубликован в пятницу, были все-таки сигналы, что мы можем увидеть слабые цифры, поскольку ожидалось, что эта статистика будет отражать последствия ураганов Харви и, собственно, Ирм. Однако, данные оказались лучше, если это действительно не случайность, лишь подтверждение того, что американская экономика очень быстро смогла выкарабкаться, опираясь на очень высокие показатели потребительской активности. Нет никаких причин сейчас строить слабое предположение по Non-Farm Perls, тем более, что в прошлый раз мы уже говорили, с чем были связаны такие слабые цифры. Напомню, что прошлый РИС указал на снижение количества новых рабочих мест на 33 тысячи. Я, пожалуй, буду сейчас, может быть, сверх оптимистичным по ожиданиям, но поставлю на то, что мы имеем очень хорошие шансы увидеть прирост новых рабочих мест свыше 200 тысяч. И если, конечно же, эти ожидания будут оправданы, то, друзья, вероятность повышения процентной ставки будет уже приближаться к отметке в 100. Вот, то есть ФРС, как и всегда, выполнит свою цель, подготовив общественность, рынок, наблюдателей, тех, кто интересуется данными событиями, к тем решениям, которые, собственно, и будут приняты. Поэтому никаких нонсенсов, никаких парадоксальных решений, несостыковых мы вряд ли не увидим. Соответственно, сейчас ставим на ожидание по росту процентных осталок, ужесточения политики. И, конечно же, ждем соответствующего отклика в еще большем спросе на американскую валюту. Ну, о добре у нас еще будет с вами много времени, чтобы поговорить. Напоминаю то, что Non-Farm Parallels – это отсчет пятницы, поэтому, как и всегда, будем уделять достаточно много времени и внимания этому активу на протяжении всей текущей пятидневки. Начнем давайте сегодня с нефтянки. Тем более, что наша цель с вами, краткосрочная, достигнута. Пятница в этом ключе нас очень порадовала. По Brent мы добрались до High 6023. Сейчас инструмент Brent торгуется на отметке 60.08, непосредственной близости уже от отметки 60, которая стала в текущий момент поддержкой. Что касается WSI, то улетели в район 54-х тоже, в соответствии с нашими краткосрочными ожиданиями. По Brent стоит отметить то, что это не просто какой-то локальный максимум за несколько месяцев, это уровень экстремум по высоким значениям за последние два года. И повышенный спрос на нефтянку был, объясняется, скажем, очень активно сейчас развивающимися слухами и обсуждениями, разговорами о том, что страны ОПЕК могут продлить действия политического пакта уже даже не до середины 2018 года, а до конца 2018 года. Если это так, именно так и случится, то уже 30 ноября времени остается все меньше и меньше. Когда-то мы говорили об этом событии в перспективе 3-4 месяцев, сейчас мы уже говорим о том, что это случится уже фактически через несколько недель. Заседание очень важное. В конве, собственно, тех обсуждений, которые сейчас идут, много оптимистов видят предпосылки для того, чтобы продлили это соглашение. Ну, если опираться, опять же, на последний комментарий Саудовской Аравии в недельной давности, да, это тот самый регион, который является лидером стран ОПЕК, лидером мнения, регион, которому прислушиваются. И, собственно, от министра нефти Халида Аль-Фаик уже была озвучена позиция того, что сделку нужно продлевать, потому что это именно выступление за это, явная демонстрация со стороны Саудовской Аравии, для того, что они действительно готовы делать все, что от них возможно, чтобы повлиять на более быстрые и скорые темпы ремонтировки всего рынка черного золота. Аналогичные комментарии звучали со стороны и российской экономики, со стороны России. Не знаю, насколько действительно Россия готова предпринимать дополнительные усилия для повышения эффективности этой сделки. Собственно, если вернуться к показателям соблюдения квот, то Россия, конечно же, не первое место в этом занимает. Есть и не от состыковки, есть и не до исполнения обязательств, но, опять же, не будем сейчас бросать тень на то, насколько российская экономика, соответственно, взята на себя обязательством. Если рынок увидел в комментариях, которые были озвучены лично мной сейчас и в том, что было сказано о Саудовской Аравии в плане позитива сигнал того, что сделку продлят, то это, конечно же, неплохое было основание, чтобы не отказываться от потенциала какосрочного ралли, его мы, собственно, с вами и увидели. Помимо этого, еще отголоски, резонанс дополнительной поддержки был связан с данными по запасам. Не буду я сейчас возвращаться, опять же, непосредственно самим цифрам, но напомню, что запасы бензина очень резко, так же, как и дистиллятов, просели. Также стоит отметить, что статистика, которая была опубликована по штатам в пятницу, поскольку это данные по темпам экономического роста и данные оказались очень хорошие, было также воспринято в качестве сигнала более высоких показателей спроса, ну, со стороны США, ну, и трейдеры решили, что можно говорить в целом и про мировую экономику. Тут же вспомнились комментарии генерального секретаря ОПЕК Баркинда, который действительно еще две недели назад обозначил высокие темпы вот этого процесса ребалансировки и предположил, что в 2018 году спрос на нефть может перевалить за планку в 100 миллионов. Это тоже лишь предположение, друзья, но для общего картины это, конечно же, было неплохим подспорьем, чтобы удержать котировки сначала на высоких значениях, на максимум за последние несколько месяцев, и достаточно, чтобы у покупателей появилась возможность накопить, скажем, топливо для вот этого еще одного импульса, который был показан под закрытие прошлой недели. Поскольку наших с вами как косочных целей мы достигли, может быть, произошло это даже быстрее, чем прогнозировалось ранее, ранее я допускал то, что, возможно, на 60 нам потребуется еще первое число ноября, тем более, что рынок сейчас начнет активно закладываться под события и заседание ОПЕК, но будем уж реалистами и не будем отказываться от того, что наговорилось раньше. То есть раз 60 мы с вами достигли, теперь, пожалуй, я снова рассматриваю этот актив, бренды и WTI, нефтянку с точки зрения продаж. Почему? Потому что снова рекомендую вам обратить внимание на то, что может произойти со сланцев активности в США при стое высоких ценных на нефть. И первым, опять же, сигналом того, что нужно искать негативные моменты, которые способны спровоцировать снижение цен на нефть в статистике, в пятницу вышел релиз Бейкер-Хьюз по количеству нефтных терминалов в США, плюс одну штуку, плюс одну единицу, да, 737. Это впервые за последние четыре недели рост. Ну да, рост совершенно символичный, что такое одна дополнительная станция, но все равно мы развернулись по статистике. И, возможно, текущие высокие цены, 60 по бренду, ну, прежде всего, конечно же, американский сланцевый производитель интересует WTI, там тоже максимумы за много месяцев, 54. Это прекрасное ценовое значение, чтобы бизнес был крайне эффективным и рентабельным. Я ставлю на то, что рост сланцевой активности будет продолжен, и снова возвращаюсь к идее того, что именно американские сланцевые производители будут дальше снижать эффективность усилия ОПЕК. И единственное, что может сейчас меня снова переплицировать в покупатели, так это то, что ОПЕК будут обсуждать возможности не только продления сделки, а еще большего сокращения объема, пока информации об этом не поступало. Поэтому, друзья, вы можете, безусловно, все-таки еще попробовать вырасти на тех настроениях, которые присутствуют. Разворот мы пока не увидели. Рынок держится выше важных уровней, которые на текущий момент являются уровнями поддержки. И логично предположить то, что рост может продолжиться и дальше. Но я все-таки попробую рискнуть, и в соответствии с той фундаментальной позицией, которую я озвучил, буду уже сейчас присматриваться к продажам. Пока конкретного уровня назвать не могу. Посмотрю затем, как рынок поведет себя сегодня-завтра, и поищу эти самые ценовые значения для вас и обозначу. Ну, для тех, кто любит риск, он может, как и всегда, быть крайне благородным делом, особенно если рискнуть и поставить на коррекцию сейчас. Доллар японская, иена, котировки на текущий момент у нас 113.58, локальный хай. Прошлой неделе был зафиксирован на отметке 114.44. Произошло это после того, как вышел очередной блок сильнейших отчетов. По ВВП мы уже, собственно, поговорили. Это, напомню, показатель прироста от 3%. Прогноз был гораздо скромнее, 2,5%, потому что эксперты, аналитики склонялись к позиции, что американская экономика, ну, не могла, скажем, не ощутить последствия вот этих стихийных бедствий, которые должны были сказаться на потребительской активности и привести к спаду. Более скромным значением по экономическому шрению. Но мы видим то, что американская экономика очень даже неплохо пережила этот период, и фактически без каких-либо последствий. Ну, для отдельных штатов, конечно же, эти последствия очевидны. Но в целом показатели 3% — это прекрасное значение. Если американская экономика ближе к этому уровню закроет весь 2017 год, то он станет чуть ли не лучшим за последние 8-9 лет. Основной индекс расходов на личное потребление, я думаю, что можно было даже не дожидаться выхода этих данных на основании только отчетов по УРП, понять, что с потребительской активностью все прекрасно. Рост до 1,3% с 0,9%. Соответственно, потребители вновь оказывают серьезное разгоняющее воздействие на экономику. Большое им за это, конечно же, спасибо, потому что любой позитивный сигнал того, что макро данные будут улучшаться в дальнейшем — это предпосылка для нормализации денежно-кредитной политики. И для нас это сигнал того, что в декабре ставку повысит, и мы сможем выжать из долларов по максимуму еще больше. Мичиганский индекс, несмотря на то, что ухожит все месяц назад, значение 0,107. Это максимальный уровень за последние более чем 10 лет. И еще один сильный макроэкономический отчет. По ожиданиям, друзья, я в целом буду вас готовить до пятницы, потому что мы сможем увидеть. Думаю, что многократно еще прогнозы изменятся. Но повторюсь то, что я считаю, мы вправе рассчитывать на прирост количества новых рабочих мест в диапазоне 180-200 тысяч. И почему я вижу такие горизонты по цифрам? Я отталкиваюсь от тех еженедельных отчетов, которые мы получаем по заявкам на пособие по безработице. То есть у нас снова среднее и медианное значение держится в диапазоне 240, чуть больше тысяч. Это уровень крайне замечательный для всего сектора американского рынка труда. И хорошая, опять же, предпосылка увидеть более динамичные темпы по приросту новых рабочих мест. Почему же все-таки доллар закрыл неделю на более скромных уровнях, нежели чем эти локальные максимумы, которые были достигнуты в пятницу? Я считаю то, что причина, которая могла привести к ослаблению доллара, это информация, появившаяся на рынке, о том, что преемником Джанет Йеллен станет Джером Пауэлл, который, как вы знаете, не такой уж представитель более жестких взглядов, как Джон Телор, который ранее обсуждался в качестве самого вероятного кандидата. Мы с вами в начале недели, получая многочисленные слухи и сообщения о том, что то один, то другое может стать преемником, уже пришли к выводу о том, что, скорее всего, в закрытии недели будет с новостью о том, что Джером Пауэлл тоже вероятная кандидатура. И, собственно, наши предложения были оправданы. Друзья, я не вижу пока в этом новостном фоне какой-то четкого сигнала и знака того, на какого представителя мы сейчас можем положиться в плане его взгляда, да и кто все-таки станет следующим председателем ФРС. Я позволю себе также предположить, что все-таки больше шансов сейчас есть у Джона Тейлора. Соответственно, если решение Трампа будет касаться именно Тейлора, между прочим, Тейлор набрал самое большое количество голосов среди сенаторов, это тоже очень многое значит. То есть Трамп может прислушаться к позиции, собственно, правительства. Соответственно, если именно он сменит в феврале Джана Тейлора, мы будем готовиться к крайне высоким темпам роста процентных ставок и потенциально еще большему росту доллара. По американцу сохраняем прежние длинные позиции и ждем пробоя отметки 115 йен против доллара. Евро против американца. Слабость евро, которая была совершенно очевидно заметна для всех, это уровни потери нескольких фигур. Да, мы пока что не смогли добраться до уровня 1.15, но учитывая то, что сейчас котировки 1.16.15, да и мы их в целом видели уже пару ниже поддержки 0, точнее 1.16, шансы на это еще сохраняются. Евро активно распродают. Почему? Потому что видят, какое давление на главный валютный риск сейчас оказывается со стороны роста доллара. Трейдеры продают активно, потому что, очевидно, напряженность политическая вошла в новую фазу. На протяжении всей пятницы мы слышали постоянные перепалки о том, что Испания просит Сенат применить 155-ю статью Конституции, чтобы лишить Каталонию автономии. В свою очередь, каталонское правительство просило, взывало Испанию, Мадрид, не делать этого. И в конечном счете все было завершено тем, что во время проведения парламентской сессии парламент проголосовал за принятие декларации независимости, поэтому Каталония подозвратила эту самую независимость, которую они откладывали на протяжении 2-3 недель. 68 голосов нужно было набрать, удалось даже перевыполнить план 70 голосов. Поэтому сейчас нас ждет очередная фаза конфронтации и действий со стороны Мадрида. Я думаю, что Конституционный суд уже инициирует эту статью в ближайшие часы. Может быть, даже это уже произошло и в минувшие выходные, но какой-то информации я пока не смог найти. Как будут развиваться события дальше? Ну, я считаю, что на самый оптимистичный сценарий уже считывать не стоит. Даже не знали, друзья. Хотелось бы мне четко определить для вас дорожную карту, но таких прецедентов еще не было. Мне тоже будет крайне интересно наблюдать за всем этим, потому что это история, которая реально вершится перед нашими глазами. Но в любом случае я вижу в этом больше негатива. Ну и не забывайте также про решение Европейского Центрального Банка по поводу программы количественного смягчения. Ее отрезали бы двое, до 30 миллиардов. Решение вступит в силу с 1 января. Однако, что касается процентных ставок, то по мнению Драги, кто разучил, конечно же, позицию всего Европейского Центрального Банка, ставки будут сохраняться на текущих крайне низких ценовых значениях, даже и после сворачивания программы количественного смягчения. Продлили ее до сентября 2018 года. То есть победа сторонников мягкой политики, она была очевидна. И это все привело к снижению евро. Развернется ли европейского валюта сейчас? Ну, это только лишь, если вы уделяете очень много внимания технике и видите какие-то подсказки среди технических сигналов. Возможно, каткосрочно будут откаты, но я предлагаю придерживаться долгосрочных исследований, которые указывают на то, что такой новостной фонд лишь еще больше обвалит в курс евро. Фонд против американца. К сожалению, даже несмотря на тот негатив, который снова порционно поступает со стороны обсуждения Брекзита, фонд все-таки ослаб по причине резкого роста доллара. Ситуация может в корне измениться в предстоящей торговой сессии. Я не отказываюсь от прежних взглядов по поводу того, что фонд может стоить дороже. Почему? Потому что я считаю, что сейчас можно спекулировать на идеи, и, опять же, о теме обсуждения по поводу роста процентной ставки. В этот четверг, друзья, нас ожидает, как вы помните, целый блок статистики по Англии, и этот день традиционно даже сам монетарный кабинет характеризует как суперчетверг. По прогнозам ставка повысит уже в этот четверг на 0,25 байсных пунктов. Если ожидания будут оправданы, то на британец, я думаю, то, что покажет движение больше, чем несколько фигур, и при таком раскладе, опять же, может закрыть неделю выше отметки 1,34. Поэтому я сохраняю, как и раньше, длинную позицию. Если вы торгуете от обратного, то есть продаете фунт, делайте это сейчас с максимально короткими стопами, потому что риски очень серьезные, учитывая такой мощный фундамент. Новозеландец на азиатской сессии сегодня у нас активно председает. Это все отголоски, комментарии министра финансов Новой Зеландии, которые были сделаны в эти выходные, о том, что резервный банк Новой Зеландии, по причине того, что по-прежнему руководствуясь мандатом разгона инфляции, видит риски в показателе индексов потребительских цен, то, что она растет, и в связи с этим может даже принять решение о еще большем смягчении экономической политики в виде снижения процентной ставки. Конечно же, такие комментарии от руководства резервного банка Зеландии не могли не спровоцировать снижение. Это тоже в соответствии с нашими ожиданиями. Новозеландец продолжает снижаться. 0,6837 сейчас. Скрепление ниже 0,68. Вопрос времени. Австралийцк против доллара 0,7677. Друзья, как только мы с вами коснемся 0,76, я считаю, что это уже будет программа максимум по выполнению и достижению целей ориентированных. Лично я уже буду выбираться из этой валютной пары и стану своего рода сторонним наблюдателем. Буду, безусловно, снабжать вас информацией, следить за этим активом, потому что знаю то, что многие из вас продолжают им торговать. Но лично я считаю то, что последнее ослабление австралийц, оно абсолютно право, конечно же, но уже чрезмерно. Может последовать небольшой откат, и хочется сейчас уже зафиксировать профиль, чтобы потом не ждать еще несколько месяцев повторного возвращения к этим ценовым значениям. Доллар-франк достиг паритетного уровня. Произошлось, по-моему, впервые с мая. Понятно, с чем это связано. Основной триггер – это рост доллара. И, скорее всего, будем дальше двигаться в район уже 1.02. Доллар-канадец котировки на текущий момент 1.28.23. Я думаю, что уже после решения Банка Канады по процентным ставкам и озвученного нейтралитета по поводу того, будут ли какие-либо изменения по ставкам до конца этого года, то есть Банк Канады признал тот факт, что, возможно, раньше они наломали дров, снизив ставки дважды и приведя к резкому употреблению канадца. А резкий рост национальной валюты сказался на более слабых показателях экспорта и привег к замедлению индекса потребительских цен. В соответствии с этим, друзья, я думаю, что канадцы сейчас будут дальше ослаблять в попытке снова вернуть как минимум к отметке 1.30, а лучше даже еще выше. В целом пару юстика. Из важных событий. Сегодня понедельник у нас открывается очень интересным фундаментом по штатам. В 15.30 нас ожидают личные доходы и расходы, но опираясь на отчеты прошлой пятницы, я думаю, что у нас уже очень хорошие задатки для того, чтобы увидеть сильные отчеты в этих релизах. Поэтому ставим на то, что доллар сегодня получит статистическую поддержку, и USD иена будет постепенно снова смещаться в район сопротивления 114 иен против доллара, чтобы в этот раз протестировать удачно и превратить сопротивление в поддержку. Наша с вами недельная цель – это 115. Друзья, на этом, собственно, все. Не забывайте, что сегодня в 16.30 состоится еще вебинар «Правильный понедельник», где мы еще раз разберем все события прошлой недели и настроимся на трейдинг на текущие пять дней, посмотрим на основные отчеты и попробуем определить, что от них стоит ожидать. Если есть вопросы, подписывайтесь на наш канал на YouTube, оставляйте их под видеобрифингами, они проходят каждый день специально для вас, чтобы вы были в курсе всей информации, которой сейчас заняты все финансовые рынки, то информация, которую отыгрывают. Я стараюсь озвучить вам свое субъективное видение, но не всегда совпадает с тем, что на рынке происходит, но информация, она одна, друзья. То, как интерпретировать ее, зависит, безусловно, от каждого из нас, от каждого трейдера, но я, по крайней мере, снабжаю вас этими данными. Как их использовать – это, конечно же, ваше конечное решение. Хочу, чтобы трейдинг у вас был исключительно прибыльным, профитным. Скоро у нас Новый год, и, конечно же, лучше бы разогнать депозиты, чтобы было на что покупать подарки. Помимо того, что оставлять вопросы, как возможность, вы можете еще и немного поблагодарить меня, чтобы это сделать. Достаточно просто поставить лайки, подать видео, большие пальцы, за которые, как и всегда, друзья, я вам крайне и искренне благодарен. На этом все. Хорошей вам текущей торговой сессии, хорошей недели. Увидимся сегодня в 16.30. Но те, кто не сможет присутствовать на вебинаре, тогда завтра снова на брифинге в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok